В общем, исходя из тем, уже понятно, что мы, в общем, с Егором люди с тяжелой судьбой. Я 12 лет в девелопменте, из них большую часть на Java, из них, наверное, где-то половину на Legacy. И это складывает определенный отпечаток на образ мышления, наверное. Егор в разработке никто не считал, потому что он, по-моему, писал с рождения. Последнее время он разделяет мою печальную судьбу. И мы занимаемся интересными проектами, в основном Legacy в последнее время. И, собственно, сам доклад – это некое обобщение, скорее, нашего опыта, нежели каких-то решений, претендующих на универсальность. Но, тем не менее, порядка 5-7 лет различных проектов, которые не доводилось начинать с нуля, уже дают определенную пищу для размышлений, которые выливаются в такой доклад. Так что, наверное, поехали. Егор, есть что добавить? Значит, мы поговорим вообще о том, что такое Legacy, почему его не надо бояться, как его правильно готовить для того, чтобы этот процесс доставлял удовольствие, а не боль, как этим всем управлять, потому что подходы несколько отличаются от стандартной разработки, плюс, наверное, потому что я уже изрядное время не столько пишу код, сколько лидер разработку, и оказалось, что правильно управлять командой, особенно в Legacy окружении, это совершенно специфический скилл, который нужно было вырабатывать. Повеселим немножко вас интересными примерами и расскажем о том, как мы оптимизировали приложение, как мы стабилизировали приложение и как мы его мониторим теперь. Без мониторинга вообще в жизни трудно, а в Production Legacy системах совсем тяжело. Поэтому расскажем, как, опять же, сделать хорошо и красиво. Первая часть доклада больше философская и в основном моя, вторая больше техническая и в основном Егора. Значит, опять же, название говорит само за себя. Как с этим жить? Итак, у вас начался Legacy проект, вы получили новую среду, вы познакомились с заказчиком, и, как было в моем случае, при поездке в онсайт, мне просто выдали распечатанную на цветном принтере вот такую вот картинку, сказали, это герб проекта, на, держи, наслаждайся. Я уже заподобил, что это неладное в этот момент, но было поздно. И это то, что вы видели, когда вы начинаете въезжать в архитектуру проекта. Потому что Legacy — это история. Legacy по-английски наследство. Это код, который достался вам в наследство. Не вы его писали, не вы эту архитектуру придумывали. И самое главное, нет одного человека, который был бы во всем виноват. Потому что это... It's historical. То есть на все решения, от которых у вас будут шевелиться волосы, вы будете приходить к техническим людям на стороне заказчика, если такие есть, их может не быть, то они вам скажут, well, it's for the historical reasons. This is how it's done. Так исторически сложилось. Да, то есть потому и тут буква E, потому что так истерически сложилось, реакция ваша будет на это местами может истерической. Но опять же с этого начинается веселье. Так уже есть. С этим надо жить. Это надо равнять, но как это равнять и нужно это равнять, мы поговорим позже. Здесь обязательно будут старые технологии. Потому что этому коду много лет его создавали. В нашем случае это код, который нам достался на шестой джаве. Его, судя по стилю, совершенно очевидно, что вы писали под четвертую, потому что там, где нормальный человек использует и намы, у людей были интовые константы именованные. В общем, все как в школе учили когда-то давно. С этим тоже нужно смириться, что технологии будут старые, обязательно. И опять же, что с этим делать, поговорим позже. Будет неконсистентная архитектура. На Legacy, ну за редкими исключениями, всегда неконсистентная архитектура. Потому что, опять же, много лет пришла одна команда, пописала на тех технологиях, которые были модными или надежными, или в общем зависимости от постановки задачи, какими-то в те годы. Прошло пару лет, команда сменилась, пришла новая команда, им заказали какие-то еще фичи. Они посмотрели, ну классно, сейчас уже никто не пишет на голых сервлетах, мы запилим им Spring MVC сюда, нате Spring MVC. Потом пришла третья команда, им нужно было что-то оптимизировать с базой. Они получили проект, в котором дауслой сделан на GDVC. Они подумали, ну что, ну сейчас мы хибер сюда впили, минус кусок на хибере. И прочее, прочее, прочее. И у вас получается совершенно нормальная ситуация, когда у вас в одном, например, приложении есть сервлеты с GDVC, с GSP-ми голые, там же Spring MVC, спасибо, если еще GSP-а нет, там же приложение все на хибере, в нем же есть, например, GDVC-запросы в базу напрямую из GSP-шных страниц из скриплетов. Ну, как бы, зверюшку все видят. Ну, вот оно. Опять же, к этому нужно себя подготовить, от этого не нужно биться в истерике, с этим всем можно жить, расскажем как. С документацией там обычно беда, потому что, опять же, авторов нет. В лучшем случае есть конфлюенс, в котором в лучшем случае что-то есть. В зависимости от степени запущенности ситуации, может быть, есть какие-то бэкапы, может быть, в общем, но обычно стройные документации, описывающие хотя бы требования, уж тем более реализацию, не будет. Максимум, на что можно рассчитывать, это вот такая вот стопка прокуренных распечаток за 2004 год, за какой-то опихи, которая уже давно не используется, и компания, которая написала, обанкротилась и продала своих сотрудников на органы. Выдается в начале проекта вместе с вот этим, вот в нашем случае. Ну, то есть, реально, вот это... Вот эта распечатка, могу показать, лежит у меня на столе, она лежит на вот таком кирпиче. Это теперь твое. Вот это все повергает нас, в общем-то, в такой легкий шок обычно сначала. И весьма распространенное мнение, что что угодно только не Legacy, Legacy это кошмар, в общем, все ужасно и так далее. С другой стороны, к Legacy можно относиться чуть-чуть по-другому. Legacy это всегда production, потому что если системе там больше 10 лет или даже больше 5 лет, если эта система, ну, стартапы столько не живут, если система столько времени писалась в стол, значит, есть очень богатый инвестор, которому лень следить за тем, куда утекают его деньги. Это production система, она живет и приносит деньги, и к ней нельзя относиться без уважения, потому что, ну, эта система уже принесла столько денег, сколько вы, скорее всего, за всю жизнь не заработаете. И это уже так. И это влечет за собой очень интересные нюансы, потому что, во-первых, эта система, раз она в продакшене, то она, наверное, надежна. Переписочку видите, да? Она может быть надежной, с оговоркой, как то, что досталось нам. То есть, система работает, но здесь принято каждую ночь рестартовать все сервера на уровне операционки, потому что второго дня не переживет. На вторые сутки оно все, оно какое-то из компонентов отвалится с out of memory. Так получилось, оно так живет, оно так работает годами. С этим точно нужно что-то делать, расскажем дальше что. И это риски. Опять же, колоссальная ответственность работать на продакшене. То есть, кто пишет в стартап, тот знает это замечательное состояние. Ты творишь, ты пишешь, какие-то тесты гоняешь, в лучшем случае, в худшем не гоняешь. Что-то пишешь, пишешь, пишешь. А потом на этапе внедрения, потом будет потом, если стартап не загнется. Здесь так не работает. Здесь по окончании спринта идет релиз на живой продакшен. И поэтому здесь совершенно иная цена ошибки. Потому что живая система приносит N килобаксов в час. И если она у вас ляжет, то вам, конечно, явно не скажут, но все вам это подумают. Сколько денег стоит каждые две минуты простой этой системы. Поэтому вот с этим работать уже очень интересно. Это первый мотивационный фактор для нас. Что нам надо в Легасе обычно? Не пишем с нуля, опять же понятно. Нас зовут подписывать новые фичи, существующую систему, фиксить старые баги, стабилизировать систему, которая ненадежна. Она наверняка ненадежна в свете всего вышеперечисленного. Поехали. Что с этим всем делать? Значит, наш тотемический брат с нашим тотемическим инструментом преследует нас всегда. Это мы. То есть надо быть готовым, надеть противогаз, брать лопату, вантус, whatever, и нырять в это дело, разгребать. Такова жизнь, к этому надо относиться философски, опять же, и получать это удовольствие. Что делать? Что делать с этим всем? Читать код. Если для программиста главное, как мы думаем изначально, это умение хорошо код писать, то в Legacy главное уметь читать чужой код, потому что, чтобы написать свой, ты должен разобраться, куда и как его написать. Если ты не умеешь читать чужой код и понимать ход мыслей того, кто его писал, то до писания своего у тебя просто не дойдет, потому что не поймешь, как бы что и куда. Отдельным пунктом и смежный тоже. Чтобы разобраться в ходе мыслей другого человека и разобраться с возможными влияниями изменений, которые вы делаете, вам нужно прощупывать почву вокруг. То есть, если вы ура, нашли, выдобожили то место, где вот сейчас вот тут поменять, и будет счастье, посмотрите все возможные вызовы этого метода, из каких бизнес-флоус этот метод вызывается. В общем, посмотрите, что вы зацепите этим изменениям. Поэтому смежный код читать надо обязательно. Это увеличивает время ресерча в разы, но уменьшает, очень сильно уменьшает вероятность плачевных последствий. Обычно вот это подразумевается, когда в требованиях какой-то вакансии пишут умение читать код. Вот умение докапываться до самой сути вещей. Это именно оно. До того, как мы много лет поработали на Легасе, мы очень смеялись над этим пунктом в описании вакансии, уметь читать чужок. Это зачем? Чуча не читатель, чуча писатель. Чуча читатель. И прежде всего читатель. Отдельно, специально вынес докапываться до самой глубины. Несчетное количество раз происходили разговоры в стиле, вот тут я прокопал, но тут работает вот так. Вот это откуда вызывается? Пойду посмотрю. Сейчас возвращается, докопал еще вот это. Я говорю, вот еще вот здесь, похожая логика, там что происходит? Пойду посмотрю. Это больше к смежному коду, а к самой глубине это то, что кроме вас ошибку никто не найдет. Если вы остались один на один с чужим кодом и на стороне заказчика никого нет, то причину все равно искать вам. И тут все средства хороши, очень полезен дебаггер, не для выдебаживания какого-то конкретного кейса, в том числе и для чтения кода с дебаггером элементарно. Я до, опять же, до легоси я не помнил в IDE-шке хот-кей для call hierarchy и type hierarchy. Вот call hierarchy это номер один на самом деле. То есть посмотреть откуда вызывается, понять бизнес-кейс. Поэтому это можно было на самом деле объединить в один. В общем, мы читаем глубоко и мы дебажим до победного конца. Победный конец может выражаться в фиксе опенсорсной библиотеки перед сборкой ее и использованием ее на проекте. Я лично пересобирал и отправлял в продакшн Spring Webflow. Егор, что-то ты там тоже, по-моему. Ну, как минимум Melody, как максимум что-то мы... Но мы это не зафиксили. То ли хибер, то ли спринге что-то было. В спринге 3.0 каком-то есть проблема с контент-тайпами. Он какие-то контент-тайпы не держит. Пофикшенов более поздних, а старую версию распорка. Для этого у нас есть пэккедж Fixes. В нем много чего интересного. Значит, про документацию есть такое словосочетание «премышленная археология». Вот это на самом деле тоже про нас. То есть невозможно все равно охватить все. Нужно искать документацию, которой на предыдущем слайде мы помним нет. Или почти нет. Искать людей, которые когда-то что-то видели, что-то слышали на стороне заказчика, если разработка вообще велась у них. Смотреть конфлюенс вдоль и поперек. Искать, возможно, какие-то дампы старых джир, старых конфлюенсов, чего-то, в общем, древнего, потому что это реально может помочь. Потому что, опять же, есть вещи, которые могут быть за пределами кода. Например, какие-то там кронджобы, что угодно. Вообще какие-то девопсные совершенно вещи, которые искать очень трудно. Но которые могут быть задокументированы. В связи с этим документировать результаты своего реверс-инжиниринга. Да, у вас будет очень много реверс-инжиниринга. Это нормально. И его нужно записывать, результаты. Для этого, опять же, очевидно, что флоу-диаграммы и секвенс-диаграммы – это наиболее эффективные вещи. И тоже не сразу к нам пришло осознание того, что нужно делать отдельные документы для технорей, для бизнеса. Потому что ту диаграмму, которую мы построим для себя, описывающую, как все устроено, ее бизнес не осилит. Диаграмму еще может осилить, хотя вряд ли. Документ описательный не осилит точно. И нужно рисовать диаграммки, понятные бизнесу. У нас есть реально на одну тему документы для технорей, для бизнеса. Очень помогает доносить идею для бизнеса. Раз, не теряя при этом точности и подробности описания для девелоперов. А руками. Очень хочется все равно что-то пилить, 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 пилить. А не только дебажить, как я писал выше. Так вот, не трогать. Значит, не то, чтобы не трогать, но вот анекдот про русского, канадского, еще не помню, китайского, кажется, программиста, наверное, слышали. Что русский программист приходит и говорит, что переписать, переписать все. Вот это нормальное, естественное желание, когда вы видите этот зоопарк. Нужно понимать, что система работает, система в продакшене. И напереписать все, вам, той командой, которая у вас есть, вам, скорее всего, понадобится NLED. Вам их не дадут. Заказчику не надо сейчас потратить NLED на переписывание системы. А если вдруг надо, то это будет делать параллельная команда, которая будет идти в параллель с вами, занимающимися саппортом. Но если вы попадете в ту команду, вам повезло, вы не на легосите уже. А если вы в легоси, значит, вы поддерживаете старый код. Его нельзя переписывать, его можно по чуть-чуть совершенствовать. Полное переписывание – это дорога совершенно в ад, в никуда. Это никогда не венчается успехом в бизнесовом понимании. Второе, для чего тоже приходится держать себя очень сильно в руках. Когда мы реализуем что-то новое, нам очень хочется последовать примеру наших попередников, которые уже до нас все напортили, и впилить сюда новые технологии, которые мы любим. Не надо плодить сущности в зоопарке. У нас уже есть какой-то жуткий способ, которым это написано. Ну, может, не жуткий, но чаще всего невеселый достаточно. Надо писать консистентно с ним. Тот, кто будет это потом после вас считать, скажет вам спасибо. Может быть, это будете вы же через годик. Ровненько, опять же, поняв ход мыслей автора, влезть в его шкуру и нужно писать схожим с ним образом. Третий пункт, он на самом деле чуть ближе уже к менеджменту, но это нужно понимать и разработчикам тоже. Вот есть такая вещь бизнес-вэлью. И заказчик понимает только это, только этот язык. Что ему, заказчику, это принесет? Если вы хотите заменить одну библиотеку на другую, первый вопрос заказчика. Окей, мы на это тратим столько-то человек дней, столько-то денег. Что нам это даст? Если вы понимаете, что заказчику это не даст ничего, вы ему это не продадите никогда. То есть заказчик даст вам делать только то, что принесет ему какую-то выгоду. Если это выгода, это maintainability кода, это пройдет. Если это выгода, это улучшение перформанса, безусловно. Если это уменьшение времени на поиск ошибок, однозначно об этом Егор будет говорить долго и подробно. Но надо давить самоцензурой попытки говорить, давайте мы перепишем это, потому что это некрасиво написано. Нет, с этим надо жить. Продакшн-системы, любые, не только Legacy, должны тестироваться очень-очень сильно. Сейчас, Дим, пока ты не закопался, тут сидит человек в аудитории, который занимается тестированием на нашем проекте. Вот он сейчас смеется. Это так, замечание. Потому что я понимаю, что на большинстве стартапов иметь выделенного киея это уже благо. На продакшн-проекте очень плохо, когда у вас киеев меньше, чем девелопер. Не больше, чем девелоперов, скажем так. Вот один девелопер, один QA, это нормально. Если QA уже меньше, то либо у вас все очень хорошо с автомейшн-тестами, либо вам будет очень трудно пропустить через нормальный QA процесс то, что девелопер успеет напедалить. Мэньюал тестирование понятно. Юнит тестирование понятно. Останавливаться не будем. Автомейшн, в принципе, тоже. Но чем больше автомейшн, тем меньше ручной работы QA. Значит, рефакторинг. Тоже очень хочется. Но это можно себе позволить, опять же, в свете пункта с бизнес-вэлию, рефакторить нужно, либо если уже без этого совсем нельзя, и это время нужно выделить, либо выбивать его у заказчика под decode maintainability, либо это вот, значит, не в моготу. Или очень по чуть-чуть развазывая этот рефакторинг по каким-то бизнес-тикетам, потому что, опять же, или рефакторинг имеет бизнес-вэлию, все хорошо, или рефакторинг не имеет бизнес-вэлию, но очень-очень технически хочется, и тогда нам нужно это делать под шумок от заказчика. Редко когда удается. Очень важно наладить взаимодействие с девопсами. Должен быть порядок в процессе, о чем я там отдельно еще скажу, но есть куча всякого boilerplate, например, релизная процедура, например, outage alerting, вы не можете это хенлить. Это хенлить на стороне заказчика отдельными людьми девопсами. Если их нет, это печально. Это значит, что это все делаете вы. Но, скорее всего, такие люди будут. И с ними нужно общаться заранее. Нужно прописать... I'm sorry. Нужно... Сейчас все будет. Нужно прописать с ними релизную процедуру. Нужно оговорить, что они делают на релизе. Нужно оговорить, что они делают, если происходит production outage, все ложится, кто кому звонит, в каком порядке, с кем согласует. Потому что, если этого не будет, будет бардак, который будет приводить к проблемам на релизе, к проблемам в коммуникации, к взаимным обидам. Вы будете обижаться, почему вам позвонили в 3 часа ночи и разбудили, потому что что-то не так работает. Здесь нужно, чтобы все было оговорено. Если production упал и лежит, вы нам звоните в любое время суток. Если на production что-то не то, что-то не то в логах, но основной, например, флоу продажи, если вы там что-то продаете, работает, то терпит до завтра и так далее. Это нужно прописать, просто задокументировать и со всеми согласовать. Важный пункт в range and strategy. Это вообще как бы code maintenance. Кто коммитит в ранг по новой товарищи? Есть такие в зале? Кто коммитит в ранг? Нет? Ну, слушай, в мастер-бранч, если тебе угодно. Нет? Все по бранчам работают? Хороший ответ. Да, в общем, на самом деле, это круто, если никто не коммитит в ранг, потому что так делать нельзя. Когда проект мы получили, мы коммитили в ранг. И на предыдущих проектах, на которых мы коммитили в ранг, никогда так не делаете. Потому что… Да, мы пробовали очень… То есть все хорошо ровно до того момента, когда приходит заказчик и говорит вам за два дня до релиза, мы вот эти две фичи не релизим. А у вас уже собран scope релиза, и у вас вот эти две фичи – это 15 коммитов. По времени размазанных на две недели. И, в общем, понятно, чем вы после этого занимаетесь. Мы несколько месяцев так пробовали, потом сели, нарисовали большую диаграмму той бранчинг-стратегии, которая нам нужна. Опять же, есть там статьи, написанные по бранчин-стратегиям. Нет хороших, нет плохих, есть подходящие или не подходящие конкретному процессу. То есть мы под свой процесс конкретно рисовали свою стратегию, но мне очень нравится концепция того, что есть фичер-бранчи, фичер-бранчи мерджится в релизный бранч, когда релизный бранч отрелизился, он мерджится с stable trunk. Если что-то из этого убрать, будет та или иная проблема. То есть если оставить релизный бранч, но не делать фичер-бранчей, такое работает только, если у вас fixed scope спринт и неограниченное время. Если у вас timeboxed спринт, то нужно и то, и то. Нужно мочь манипулировать легко фичами в рамках релиза. Код-ревью и тулс. То же самое. У кого есть на проекте код-ревью как обязательная практика? Молодцы, но вас мало. Следующий вопрос к тем четверым, у кого она есть. А у кого из вас есть как обязательная практика кросс-код-ревью? То есть не один ревьюер говорит хорошо, а где больше одного ревьюера должно сказать молодцы. Респект. Большая половина. Да. В общем, короче, всем остальным читать статьи по тому, что такое код-ревью и пытаться это делать. Очень на самом деле помогает реально. То есть, количество фигни, которое отлавливается в процессе код-ревью, гораздо больше, чем вы ждете даже в сеньорной команде. А если ревьюер не один, а двое, то количество отлавливаемой фигни почему-то возрастает. Сильно возрастает. Несмотря на то, что ревьюющие это обычно самый сеньор-сеньор. Все равно. Причем, да, на самом деле это не сильно зависит от того, кто ревьювит и кто коммитил, потому что мы частенько, ну как частенько, один раз мы точно выловили за одним нашим сеньором такую вещь, от которой, как говорится, лежали всем отделом. Ну да, причем это реально был, то есть это был как бы неявно признанный самый сильный джевизм дата-артов всего. Там тысяча с чем-то человек. Вот это вот считается как бы самый... Ну классный чувак, если что. Самый джевизм. Вот такой, гуру. Он офигенный. Ну там у него ребенок недавно родился, незадолго до этого и коммитил он, судя там, по времени... А? Не, в Воронеже. И... Ну он не один же, там их несколько самых-самых витающих над бездной. Ну в общем там много было разных обстоятельств. В трезвом уме, как бы ясно в уме трезвой памяти такой закоммитить не может никто. Ну тем не менее он смог. Не суть. Короче, полезно. Сами тулы им не то чтобы не из числа, но самые распространенные. Во-первых, как минимум, если у вас git, то можно использовать pull request. Дальше есть crucible, есть фиша, и оба прикручиваются к джире. Есть замечательная вещь review board. Меня долго уговаривали все-таки review board взять. Я долго сопротивлялся. В общем, ни разу не жалею, что взяли. Очень полезная тулла. Out of scope здесь. Кому интересно, после окончания приходите, порекламируем его. Он бесплатный. Значит, как это менеджить? Тут как бы такая некая совокупность моего темлицкого опыта. Это мотивационный слайдик. Значит, это три темлида трех команд нашего последнего нескучного проекта. Пошли в онсайте в Америке в Walmart покупать инструменты для работы. То есть, вантус, ёршик, на банках тут не видно, написано вазелин. В общем, как-то так. Значит, если это менеджить, это как бы больше относится к тем лидам, надо понимать на самом деле всем, для того, чтобы на этих лидов не обижаться, когда они вам будут голову морочить. Во-первых, изначально нужно признать, что не на каждую голову надевается легоси. Есть замечательные совершенно программисты, которые пишут чудесный код, обалденно знают Java, с нуля рожают потрясающие архитектурные решения, но когда ты их сажаешь копаться вот в этом всем массиве, человек тухнет. Просто потому, что у него мозг не настроен на копание в чужом коде, на понимание хода мыслей трех поколений аутсорсеров из разных стран. Я хотел избежать слова индусов, тем более, что наш проект писали не индусы, а поляки до нас. Ну вот все равно. Зато очень хорошо, что мы знаем украинский, было легче читать комментарии на польку. Про это будет, я вам обещаю. Про это будет, да. Про это еще будет. Но просто вот, ну не всем девелоперам подходит. Но если человек страдает и плохо перформит, при том, что он классный джавист, от того, что просто вот он, ты видишь, он не может докопаться до глубины, потому что мозги не так работают, надо вздохнуть этого человека с миром отпустить. Это нормально, как бы, стаффинг проекта важная штука. Четно подбирать команду по личным качествам бла-бла-бла. Тоже очень важная хрень. Опять же, в свете того, что Legacy, Vantus, все дела, давление на психику, сидим, копаем страшные вещи подолгу. Если при этом нет самоиронии, если при этом нет чувства локтя и способности посмеяться над самим собой прежде всего, то вы не выживете. Если человек при этом нетерпеливо начинает биться головой об стенку, то тоже ему просто будет плохо. То же самое. Это все нормально, таких людей надо отпускать. Вот на нас посмотрите, видно же, что мы спокойно относимся к тому, в чем сидим. Ну, что делать? А кто не псих, как говорится? Но на самом деле, реально, если попадается человек, классный тоже, был у нас один классный парень, очень хороший пример, без имен. Синг общий. Бла-бла-бла, у меня то-то, у меня то-то, все хорошо или все плохо, неважно. А что у тебя? Кого? Положить ее надо просто. А там, а что у тебя? Раз. Привет. Я сижу и делаю вот это. Он потом, как бы через две недели, он выкатывал замечательный, чудесный код, но мы там боялись, он повесится просто. В общем, вот двое, которые знают, о ком я уже смеются. В общем, короче, все нормально, просто то же самое. Надо спокойно к этому относиться и по возможности ставить команду, подбирая тех, с кем будет хорошо, приятно работаться. и... Особенно в три часа ночи, вторую ночь подряд. Если вы не хотите этого человека уже убить просто, вот сейчас, для дверей, где он там, как он может убить, если он не разговаривает, то это ваша команда для людей. Да, то есть мы как бы мы работали ночами, как удаленно, так и вместе. Не спрашивайте, где, даже не в офисе было. В общем, дальше идут такие тоже общетимлидские вещи, задавать дурные вопросы людям. К этому надо привыкнуть, к темлиду, что если ты всем рассказал какие-то best practices, то нифига они не стали эти best practices выполнять, во-первых. Во-вторых, а даже если стали, то твоя задача быть свежим глазом. И если ты приходишь к зацелившемуся, там даже синеру, который чего-то подтупливает, он сам тебя зовет, и ты приходишь, первый вопрос задаешь, так, у тебя не работает, да, хорошо, молодец, ты код забрал из SSV, она точно, ты баску там, ты же помнишь, у тебя же был код от предыдущего релиза, ты там накатил deployment item, и ты баску обновил до последней версии, окей, хорошо, там, и так далее, а тебе там, ты ходишь на удаленный сервак, там, точно, ты точно должен ходить на удаленный сервак, ты же вроде как на локальном инваре, и так далее, то есть, это нормально, приходить и задавать глупые вопросы, следующий пункт в ту же степь, то есть, предыдущий, но я его пропустил, потому что то же самое, напоминать о вышеупомянутых техниках, то же самое, то есть, ну, у нас, возьмем последний проект, потому что он долгоиграющий, два года проекту, вы думаете, все каждый день тикеты в джире в актуальное состояние переводят, да, в общем, вы думаете, мы не забываем это делать, у нас есть специальный ПМ, он уже не ходит по людям, он уже боится их убить, он ходит ко мне, говорит, Дима, иди к ним сам, это приходится делать, это нормально, нужно всех учить, особенно интересно, когда нужно объяснять новым менеджментом, когда у вас меняется менеджмент, это совсем интересно, у вас меняется менеджмент, вам пришли новые люди руководить как бы вашим проектом со стороны заказчика, у них есть классный опыт, они знают без практичес, они до этого делали N проектов, они вообще, они умеют внедрять agile по книге, к вам такой человек приходит, говорит, сейчас, ребята, извините, все в говне, сейчас, тут написано двухнедельные спринты, вообще, вас спасут, а у вас трехнедельные спринты, поменять, там, вы неправильно вообще считаете спринт вилосити, у вас эстимейты в стори-поинтах, я не понимаю ремейненность эстимейта в часах, давайте мы его введем, будем его апдейтить там N раз в день и так далее, и вообще, что это такое, почему у вас сначала инвестигейшн на три дня, а потом фикс на 30 минут, как это так, в общем, приходится объяснять менеджменту, что так принято, тут как бы исторически сложилось, анекдот все знают, про здесь так принято, что нет, твой муж мне его рассказывал когда-то, что значит нет, твой, да, в общем, заводю, значит, известный социальный эксперимент, всегда была клетка с обезьянами, положен банан на высокую табуретку, и когда одна обезьяна лезет за бананом, остальных поливают водой, но после определенного количества итераций, как только какая-то обезьяна лезет на табурет, ее сразу вытаскивают оттуда и начинают бить, значит, после этого обезьян меняют по одной, но с какой-то периодичностью, поливать уже никого не поливают, значит, и дальше через какое-то время наблюдается ситуация, когда есть обезьяна, есть табуретка, есть банан, нету шланга с водой, ни одна обезьяна на табурет не лезет, потому что она знает, что ее побьют, в общем, ни одна обезьяна не знает почему, ни одна обезьяна не видела, как кого-то поливают водой, но никто уже не лезет, здесь так принято, то есть, в легоси проекте есть вещи, которые приняты, нельзя на тикет, связанный вот с определенной областью, не будем ее называть, в суе нельзя ставить эстимейт меньше трех дней, нельзя, вот, знает почему, то есть, просто вот уже все знают, что там ад, там код написанный давно, код написанный ужасно, который не дают переписывать, любое изменение в нем чревато косяками, которые вылазят по всей системе, все, приходит заказчик, новый менеджер заказчика, да что за хрень, вы ему терпеливо объясняете, это тоже, это как бы, у нас пять поколений менеджмента на стороне заказчика сменилось, поверьте, это очень полезный скилл, когда приходит новый человек, сразу застапит с ним митинг на несколько часов, несколько таких митингов, порассказывать ему это все, посмотреть, как у него, желательно, с веб-камерой включенной, лучше приехать лично, размахивать руками, у него челюсть будет отвисать, лучше приехать лично, я ездил пять раз, каждый раз там были, блин, новые люди, и каждый раз приходилось их вразумлять, но потом было все хорошо, значит, очень важная вещь, для всех, я считаю, проектов, но чем больше энтропии как бы на входе, тем важнее этот пункт, процесс должен быть строгим, с изрядной долей формализма, потому что в противном случае будет бардак, а вы попадая в Легаси, не всегда, конечно, но чаще всего попадаете уже в бардак, не бардак в Легаси был у меня за всю жизнь, не один раз у немцев, но там застрелиться можно было по другой причине, в общем, вы должны садиться со всеми стейкхолдерами, с бизнесами, с скраммастером, если он есть на их стороне, со своими разработчиками, в общем, со всеми причастными, и на это уйдут недели, но в конце концов вы выстроите процесс, при котором каждый элемент разработки будет формализован, вы точно будете знать, что у вас сначала бэкклог-грумминг с определением приоритетов, потом у вас выделенная фаза для анализа требований девелоперами и кюреями, после этого, когда у вас требования уточнены на вашей стороне, вы после этого проводите плейнинг-покеры, где вы оцениваете эти проанализированные задачи изверха бэклога, после этого вы проводите спринт-плейнинг, где вы уже из приоритизированного и оцененного бэклога набираете себе спринт. Ну, вот честно, у кого так построено? Это вот это agile по книжке, если что, ну почти по книжке, вот у кого так? Ну, вот, вот, То есть, так на самом деле очень хорошо, когда так или близко к этим, потому что по-другому больно мы пробовали. Аналогично то же самое, многие говорят, что мы не хотим делать это, 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 потому что это лишний формализм. Поверьте, если в джиру пишется все, то этот формализм потом просто окупается на времени выяснения, что происходит. То есть, ты открыл джиру, все понятно, кто что делает. Ты полез в какой-то тикет непонятный, у него комментарии, вот прошел анализ требований, вот прошел покер, вот то, вот то, у нас такие-то вопросы, у нас такие ответы, бизнес, мы не учли вот этого, кошмар, ужас, нам нужны митинги, бизнес там же отписывается, все понятно. Overestimated, это как бы вот немножко иллюстрация к тому, как нужно а строить процесс, б как именно принято. В Legacy нужно закладывать буферы, потому что зависимости могут быть совершенно жуткие, вы об этом можете не знать. У нас есть классический пример, как изменение стиля в CSS завалило какую-то дживоскриптовую логику, потому что кто-то опять же из умных попередников анализировал в скриптах цвет текста. Если цвет такой, то делаем то-то. Ну, классно же, правда? Поэтому, да, всегда, ну, не так, опять же, не как в том анекдоте, что estimate нужно умножить на пи для опытных команды, на пи квадрат для неопытных, но закладывать надо. Если не процент, то хотя бы какую-то фиксированную дельту к тому, как вам кажется, что нормально, потому что, да, в худшем, естественно, в худшем, потому что вылезет непременно. Значит, противостоять потоку бизнес-требований, баланс бизнеса и стабилизации. Важная штука, вытекающая из того, что бизнес, до тех пор, пока их продакшен не лег нафиг совсем, он же не понимает, насколько там все плохо. Деньги капают, в общем, заказы идут, на сайте что-то покупают, ревеню там, очень длинное число, все чудесно. Только вы знаете, что эта штука там падает каждую ночь или еще какие-то вещи возникают. В общем, нужно стараться пропихивать свои стабилизационные какие-то задачи. То есть вы знаете, что нужно, нужно уговаривать бизнес, что дорогой бизнес, давай вот 70% спринта твои задачи, 30% спринта вот, пожалуйста, вот это, ну, честно надо. Бизнес на это, конечно, может не повестись, но если бизнес это не поведется, то придется делать пункт 10. То есть придется дождаться, когда станет похуже, сказать бизнесу бизнес, дорогой, мы тебя предупреждали, правда? Вот, вот теперь ты понял, что важно? Значит, отдельный это проект, делается отдельный проект на пару там недель, дробь месяцев, и вы на протяжении этого проекта с выставленной целью достигнуть там того-то и того-то, там больше не будет падений, больше не будет рестартов серверов ночью, там, каждой, да, и так далее, и так далее. Да, у нас больше нет рестартов каждую ночь, кстати, мы расскажем, почему, опять же, но, может и не расскажем. В общем, можно попробовать пробить отдельный проект. Для того, чтобы этот отдельный проект заработал, нужно ввести technical depth. Это отдельный в нашем случае эпик, куда мы пишем всю ерунду, которая сейчас остается за бортом внимания бизнеса. Чтобы потом, вот когда станет плохо, это достать, и сказать, чуваки, ну вот же список, мы же вам в жире могли почитать, это ваши проблемы. Мы, именно их мы должны решать. Очень яркий пример этого, это продлог exceptions. продакшн серверам, да, нет, все равно, ладно. В общем, короче говоря, когда на нашем чудесном проекте, а нам не сразу дали доступ к продакшн серверам, вам тоже, вам же, может, раз, два, три, заказчик может не доверять сначала, доступа к логам нам сначала не давали. Потом нам дали доступ к логам, мы ночь не спали, то есть, я не преувеличиваю. Это был выходной день, у них что-то упало, мы сказали, они к нам прибежали, сказали, так, что происходит? Мы говорим, так логи ждайте. В общем, нам открыли доступ к продакшн серверам. Значит, ночь, субботы на воскресенье, и мы с тем лидом второй командой, значит, сидим, потому что, сидим и сидеем, потому что мы открыли логи продакшн системы, система крутится, все работает. В общем, ну, вы себе представляете, вот как выглядит, значит, открываешь лог, его там, ну, мегабайт 40, и почти весь он вот так сдвинут вправо и начинается с букв add. Повторяю, система продакшн работает штатно. Штатно. В общем, то есть, просто сели, нашли, где эти add-ы там наверху начинаются, где же там, откуда, где там таймстэмп, и откуда это все летит, нарезали их на куски, выделили из них разные, а потом, когда нам сказали вдруг в очередной раз, наверное, нам нужно улучшить стабильность нашей системы, мы сказали, да, кэп, вот, вот скоб на два месяца. В общем, и это сработало. В общем, и последнее, что очень важно, а ты уже забрал пультик, чтобы я и не... Очень хорошо. В общем, нужно иметь SWOT группу. SWOT это, если я правильно помню, Special Weapon Syntactises. В общем, это так называется американский полицейский спецназ. Вот, ну все равно же будут звонить в любое время суток и говорить, шеф, все пропало. Поэтому нужно заранее иметь людей, готовых сесть и копать вот сейчас. То есть, либо вы можете сделать какой-то график, что эту неделю мы обращаемся к тебе, и эту неделю мы обращаемся к тебе. Проверяли, не работает. Работает, потому что все равно летит с какой-то проблемой, и все равно кто-то эту проблему знает лучше или хуже, все равно выходят все. Но anyway, нужно знать, кто готов. Это обычно просто народ несемейный, как минимум без детей. и желательно, конечно, чтобы эти люди были, ну как сказать правильно, вот и быстро соображающие. Все. То есть, как бы, если у вас нет готового такого списка, то вы будете имитаться, когда вам самим в 4 утра позвонят и скажут, ну давай вперед. Кто это знает, кто может посмотреть, глаза продираешь, ну знаешь, же с тем Лиду, и думаешь, так, а кому же мне звонить? А я знаю, кому мне звонить, все хорошо. В общем, обычно говорят сначала мне, а потом ему, когда же вам надо. Ну это, это уже сейчас, раньше было наоборот. Я, наверное, старею. Алк-пультик, нажимай. Вот, значит, немножко развлекаловки. Я пробовал сделать крупнее, он в экран не влазит. В общем, просто вот примеры того, что бывает, это иногда весело. Вот, вот ты взял, вот-вот подсвечивай. Я в уголок отойду. Да, кстати, про качество кода вы же видели, я вот перечислял, там, коды ревью, все остальное. Вы же видели, я не говорил никаких код-квалити-тулз. Не нужны вам на Легасе код-квалити-тулз. Не надо, лишний раз просто нервы попортите. Да, то есть, сонар будет весь красный, не надо. вот это наше, это просто известный пример. Это тоже наше, а вот это уконсорская виза. Она здесь в ноте, всем видно? Continuation for the fucking HTML browser. То есть, когда мы эту переменную видели, сначала как бы мы думали, что над нами пошутили, потом мы загуглили, и поняли, что это open-source-нолеба, которая юзается по всему миру, там, вот-вот ссылка на сердце, то есть, enjoy. Если хотите, ты к этому приятно не все скажешь, да? Все. Все так. Все. Ну, да, они не знают, где-то они видят, где-то они видят, где-то они видят. Это. Нет. Как будет высота, во всяком случае, мы знаем. Да, relocate, если нужен, то мы уже готовы. Ну, высота. Высота. Ну, ну, на самом деле, это как бы сильно... А, не все же знают польский. Надо было сказать, это высота, это они так высоту колонки, типа в табличке. Вообще, это как бы сильно опустировано, естественно, но это код, генерирующий какой-то PDF-ный или Excel-ный PDF-ный отчет, где они какую-то табличку там рисуют. Ну, тяжко. Опять же, ну, вы поняли, и вот это как пример, вот этот тот код, который нужно читать. То есть, вам нужно прочесть класс. Смотрите, там класс на n тысяч строк, а там вот 95 раз вот так вот вместо спора. И где-то в вызове какого-то метода в классе много строк, несколько тысяч. Подожди, я знаю, что по конвеншену класс должен быть не более чем 500 строк, но в Легасе класс меньше 10 тысяч строк считается нормальным. Пять это нормально. Мы же вроде предупреждали, что Легасе. Вот. Игорь, пока ты не перешел сюда, вот это было 95 без цикла, а у нас вообще был цикл и от одного до одного. Я там, я долго медитировал, я понял, почему так сделано. То есть, понятно, что там была константа, которая раньше была не единица, и все понятно, но вор это все нормальный в принципе код, а зеленое не единичный случай. Вот это я люблю. Просто иногда, когда тебе нечего делать после работы, ты нажимаешь Ctrl-Shift-F, любимая идея, пишешь, вот ты фу, нажимаешь Enter, 300 результ, и поехали. Причем, ой, хорошо. Как это, поверьте Аксакалу, реально в любом проекте. То есть, комментарий ВТФ и будет в любом проекте практически. Тут коротко. Тут коротко, потому что это как бы на самом деле, это в принципе по этому слайду можно сделать презентацию часика на два. Я специально не убираю эти пункты, чтобы не забылись вообще. Это как бы немножко такой саморекламы, что ли. Это что мы реально сделали, и что, за что нам сейчас заказчики говорят спасибо посредством высылания отчетов по прибыли. Тогда мы их сами смотрим. Да. Значит, уход от ежедневных рестартов. Да, ушли от ежедневных рестартов. То есть, смотрели логи, смотрели, почему падает. В общем, нашли, пофиксили. Понятно. Второй пункт очень хороший антипаттерн. Пришел со стороны девопсов очень веселый мужик, который сказал, что вот у вас тут там архитектура, сейчас не будем вдаваться в подробности. Вот эти три ноды кластера, они там специальные, они делают определенную штуку, они постоянно, часто падают. Постоянно, часто, да. В общем, их рестартовать долго, мучительно. В общем, он девопс, он не девелопер. Но мы сейчас уже разобрались, почему, но два года прошло. Он написал скрипты на перле, которые анализировали логи. Если, значит, этот товарищ больше трех минут ничего не пишет в логе, эта штука его рестартует. Точнее, если не пишет определенные сообщения в логе. Ну, сам факт, как бы, вместо того, чтобы починить, чувак написал механизм, который в случае отпадания колес от машины, он их прикручивает на ходу, не останавливаясь, едет дальше. Классное решение. Там, с такими сайд-эффектами, которые мы долго не могли понять, откуда. звуки первые пропустим. Седьмое. Подожди. Четвертая штука. Четвертая и пятая. Я не буду сильно останавливаться. Просто я не помню, говорил вообще или нет. Есть такая классная штука, как third-party dependencies. Очень полезно посмотреть, какие они есть. Потому что очень может быть, что ваш волосатый код ходит на разные третисторонние ресурсы, от которых он зависит. Например, у нас был скрипт такой тулы, как Tvrs. Tvrs пишется Oracle, вроде уважаемые люди. Но в какой-то момент этот скрипт начал возвращать 404. А инклудился он на сайт без никаких трайкетчей. То есть Oracle на своей стороне заглушил сервак со скриптом, у нас лег продакшн. Потом, наверняк у всех сейчас почти есть таг-менеджеры. Опять же, если проект аккуратный, таг-менеджер один. Если проект Legacy, на нем их может быть, как у нас, два с половиной, так скажем. То есть Adobe Tag Manager, Google Tag Manager, whatever Tag Manager. Это, в принципе, Adobe Test and Target с всеми нами обожаемый. Давай не будем. Отдельный доклад. Короче говоря, есть какой-то инструментарий штатного добавления к вам на продакшн каких-то скриптов, которые кем-то менеджатся. Опять же, возможно, уважаемыми в конторе людьми. Которые могут не быть девелоперами, нифига не тестить то, что они туда лепят. То есть, это все нужно затрайкетчивать. Значит, седьмое я уже озвучил, в принципе. То есть, просто пройтись по всем логам и посмотреть, что не так в штатном режиме, это очень хорошая вещь. Замена библиотек на новые, Егор скажет, можно да, можно нет. То есть, там хорошая вещь, но сайд-эффекты могут быть такие, что, может, лучше не надо. Это я не буду отбирать у Егора его хлеб. А, это я как раз тоже уже сказал. А, Deadlink, сканинь, классная вещь, кстати, там. К концу второго года проекта мы это сделали, у нас оказалось, по-моему, 200 тысяч. Ну, конечно, на качестве всех страниц считает, но, в общем, у нас там оказались пару десятков битых ссылок, с которыми система жила все эти годы и которые фиксятся где-то на уровне рерайт рулов, где-то у админов на лот-белансере. Опять же, нам сказали большое спасибо. Ну, как бы и последнее, о чем уже говорить должен не я. Идея какая? Вот, в очередной раз к нам пришли и сказали, что все плохо, у нас впереди Hot Season. Hot Season это много-много-много заказов. Мы должны держать нагрузку, а мы тут валимся периодически, где-то по памяти, где-то еще почему-то, непонятно, что происходит. Давайте нас стабилизируем. Мы подумали, ну, аллилуйя, мы не зря вам год дырку в голове делали. Что в первую очередь нужно делать для стабилизации и как нужно улучшать мониторинг системы, чтобы понимать, что же с ней происходит. Вот, это в основном делалось руками Егора, мы при этом делали умное лицо и презентовали заказчику, как это все классно, а Егор расскажет про, как он говорит, кишочки. Как говорит Шепелев. Очень уважаем. Кишочкен тоже говорит. Кишочкен тоже говорит. Собственно, расскажу про штучки. Значит, в первую очередь я буду рассказывать про Java Melody, один из инструментов мониторинга Java приложений. Нам он очень сильно помог. Я буду вас сейчас агитировать, его использовать, ну, или хотя бы посмотреть, что это такое, чтобы знать, зачем это нужно. Собственно, то, что это инструмент для мониторинга Java приложений, я уже сказал, интегрируется либо ваш аппликейшн сервер, либо если у вас какой-то стендалон аппликейшн интегрируется прямо в его недра, в реальном времени собирает кучу полезных метрик. Часть из них можно собрать посредствами операционки, часть из них можно собрать посредствами каких-то еще тул, но есть какие-то вещи, которые лучше или просто нельзя собрать извне, либо лучше собирать централизованно. Ну, понятно, CPU usage, RAM usage, там, HIP, Permgen, как память делится, thread count, HTTP activity и прочая активность вашего сервера, это понятно, это вещи, которые в принципе полезны. MySQL connections, transactions per minute, running queries, minmax query time, статистика самых популярных и самых медленных запросов. Вот эта штука очень полезна. Нам она очень сильно помогла, потому что позволяет увидеть то, как реально приложение взаимодействует с базой, обычно не самым аккуратным образом. У нас был момент, когда мы зашли, просто открыли топ этих запросов, и у нас что-то невероятное количество времени, типа 50% всего общения с базой происходило с таблицей config, в которой там записей 30 от силы. И там… И меняются они раз в жизни. Да, очень-очень редко. Соответственно, как бы мы еще об этом узнали? Не, ну мы, конечно, могли бы включить отображение в SQL, в хибере, да, и сидеть потом годами собирать все эти данные, и делать нам больше нечего. Я расскажу лучше, как это устроено, то есть устроено проксированием GDBC-драйвера, что в принципе работает очень быстро, оверхеда не добавляет, и обсе со стороны заказчика утверждают обратно, и я им не верю. Эта штука очень быстро работает, она open-source, то есть можно пойти и как бы посмотреть, что я не вру. Еще что она покажет. Trade info in details. Какие потоки что делают, где они запаркованы, кто их вызвал, где они упали, где они повисли, в какие-то такие вещи, которые чаще всего как-то по-другому сложно обновить. Вот, например, как вы думаете, что напишет вам GVM, если при попытке создать поток у нее это не получится? Она выкинет эррор. Это эррор. Как вы думаете, какой эррор это будет? У кого какие-то догадки есть? Что? Out of memory error. Out of memory error. Самое, что ни на есть. Идете сейчас в сорцы GTK, смотрите, там комментарии, if you cannot create a new thread, throw a new out of memory error. Спасибо Oracle за это. Мне бы написать нормальное что-то. Но, в общем, эта штука может вам помочь отловить такие моменты. Сейчас расскажу, как мы ловили. Hibernate L2 cache. Ну, редко у кого не используется хибер, редко у кого не используется какое-то кэширование в приложении, если у вас там, конечно, не какие-то сильно часто обновляемые данные. Хотя и то, и можно найти, что кэшировать. Можно посмотреть, что в каких бакетах кэша лежит, если это Hcash что-то сбросить. Тоже полезная штука. Логи. Самый популярный entry, сортировка по типу. Ну, в принципе, примерно понятно. Он тоже отслеживает логирование и какую-то вам статистику по этому делу предоставляет. Ну, System Law, Disk Usage, Free Disk Space это неинтересно, потому что это, в принципе, нам и Nagios покажет. Вот это как бы с главный кусочек графиков. Их на самом деле больше. Это просто те, которые оно показывает по дефолту. То есть видно, время разработки garbage collection, количество трейдов, количество загруженных классов, там swap, открытые файлы, транзакции в минуту. Интересная вообще статистика. Зачем мне все это? Скажете вы. Ну, классный мониторинг. Ну, зачем? У меня же все хорошо в приложении. Казалось бы. Но мы же говорим про Legacy, правда? Нет. У тебя в приложении все хорошо, вот пока ты не поставил. Значит, нет здоровых, есть не обследованные. Нет допс. Во-первых, эта штука дает возможность мониторинга application health в реал тайме. Это я лучше так скажу. Вот, вот, is it that yet? Это важно, потому что это, я сейчас расскажу, почему важно. Можно посмотреть в реальном времени, что происходит с вашим приложением. Причем действительно в реальном времени, а не какие-то исторические данные там за прошлый год, за примерно это же время, когда была похожая нагрузка. Нет. Вот то, что сейчас реально происходит. Соответственно, дает возможность быстро реагировать на какие-то аутеджи, решать какие-то сиюминутные проблемы. Вот резко возросла нагрузка на какую-то отдельную ноду кластера или резко возросла нагрузка на какой-то конкретный кусок сайта. Допустим, такие URL и все дальше начинает валиться дикое количество туда запросов или еще что-нибудь. Эта штука поможет вам выловить такие вещи. Соответственно, поскольку эта штучка показывает, как я сказал, кишочки, есть такой интересный момент, что логи не всегда показывают всю картину произошедшего. У вас упало приложение. То есть вы уже сидите как бы у упавшего продакшена и смотрите логи. Логи показывают только то, что ваше приложение в них напишет. Чаще всего это ай, все, задыхаюсь, не могу, нету памяти, ай, все, задыхаюсь, не могу, нет трэдов, ай, все, горит дата-центр. У нас было. Приложение упало, потому что сгорел дата-центр. Ну, бывает. Но, правда, по логам это не было, понятно. Ну, да, то есть, как бы, ну, не описано же в логах, там, fire and data center exception. Вот. Логи не всегда эту штуку покажут, поэтому, поскольку Java Melody собирает и хранит исторические данные отдельно, подальше от JVM, где ее какие-нибудь хитрые девопсы не найдут, можно посмотреть, что же было с приложением в этот момент времени. Вот у вас в логах все хорошо, но приложение упало. Как бы вам не хотелось этими логами помахать перед, собственно, заказчиком и сказать, чувак, ну, у нас все круто, приложение лежит. Открыть, посмотреть, возможно, что-то происходило такое, что нетипично для вашей системы. Возможно, для вашей системы нетипично иметь на одну ноду кластера 100 тысяч запросов в секунду. Возможно. Соответственно, дальше уже можно от этого как бы отталкиваясь, начинать думать, что не так. Эта штука дает возможность предусмотреть многие проблемы еще до того, как сработает DevOps-алертинг, а он же у вас обязательно есть. Я говорю это с сарказмом, потому что обычно у вас его нет. И DevOps-алертинг появляется тогда, когда у вас там что-то периодически падало, 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 и всех это достало. Тот DevOps, который сидел 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, читал ваши логи, ну, он уже как-то вроде и на пенсию человеку пора, но надо бы отпустить уже с миром. Вот эта штука поможет. Соответственно, если вы видите, что у вас ползет, ползет, ползет память, ползут, ползут, ползут 3D, ползут, ползут, ползут еще что-нибудь, и вот сейчас они упрутся куда-то, после чего приложение упадет, потому что такое уже было, самое время поднять тревогу. Эта штука помогает. Графики более наглядны для менеджеров и прочих бизнесов. Любят менеджеры всякие разные графики. Ну, вот вы покажете им, грубо говоря, количество HTTP-сессий. Вот упало приложение, конкретно вот упало. Почему? Люди вам приходят, менеджеры начинают показывать Google Аналитику, что вот мы запустили там рассылку или еще что-нибудь, и у нас все упало. Но у нас же вроде все хорошо. А он включен. Упало. Ну, да, упало. Вы запустили рассылку, наплыв кастомеров. А неделю назад DevOps из 9 тачек ластера потушили 6, потому что денег нет. У них. Они так говорят. Ну, насколько я помню, в реальном случае, потому что профтыкали, ну ладно. Я хотел это не упоминать. Ну, собственно, не наш профтык. Мы можем как бы махать этим примером, как флагом, но... Уважаемая контора, нет денег на сервера. А вот профтыкали, был мейнтенанс из 9 серверов. Ну, их сушили по 3. А некоторые либо не поднялись, либо их забыли поднять. Не все, да. Неважно. Собственно, легче ответить на вопросы клиента, почему так? Почему случилось? Почему упало? Что мы можем с этим сделать? Можно взять реально эти данные, проанализировать и что-то придумать, что делать. Ну, и DevOps скажут вам спасибо. До внедрения всего этого дела DevOps смотрели логи, еще что-то там. После внедрения этих штук вся DevOps команда заказчика этим пользуется. Редко уже кто ходит, смотрит логи сам, кроме одного великого Аксакала, который заведует вообще всем IT, наверное. По-моему, он не ходит, смотрит логи. Ну, ладно, я бы поспорил. Но ходит, короче, неважно. Поехали дальше. Какие-то более-менее живые примеры из реальности. Вот это было не далее, чем пару недель назад. Это, так получилось, что этот скриншот я снял со своего продакшена за пару часов до предыдущего нашего прогона этого доклада, потому что мы приехали, грубо говоря, с поезда, зашли в офис, покидали себя, все, достали ноутбуки и сели релизить второй день подряд, потому что вчера у нас ничего не отрелизилось, все упало и пришлось откатываться. В принципе, более... Кстати, да, вот помните, я говорил про релизную процедуру? Вот, когда вы пишете релизную процедуру, а вы ее пишете, то обязательно пишите процедуру отката. Пути отступления назад. то есть, реально, документ на релиз... Во-первых, на релизе должен быть документ, в котором пошагово написано, что вы релизите. И также пошагово должны быть написаны пути отката, потому что, когда вы поймете, у вас есть релизное окно три часа, там, хорошо, если три, а не два, и вы через час понимаете, что релиз зафакаплен, так жить нельзя, уже не пошло, и вам нужно за час все откатить, как было. Думать вам некогда. Вам нужно брать по документу и откатывать все назад по пунктикам, не думая. Особенно, если честно, это будет в 5 утра. И думать будет не только некогда, но и нечем. Собственно, тут коротко... Да, нормально. Вот пример графика трудов. Вот это вечер, 22.00 вроде бы написано, примерно пиковая нагрузка на наш сайт. Мы видим, что количество трудов на какой-то конкретной ноде выросло. Эти данные, в принципе, примерно одинаковые каждый день, чуть больше на выходных, но, в принципе, дает понимание, что происходит. Кстати, вот там 28 трудов. Ну, это нормально. За исключением того, что будет на следующем слайде, если будет, если я вставил, не помню. То же самое по memory. Тут кто-то перед докладом подходил, ребята спрашивали про память. Вот тут четко видно, что происходит с памятью. Вот видно, что отрабатывает garbage collection. Соответственно, есть такой же график с garbage collection, где вместо вот этих вот, вот место, где пила переходит вниз, там спайки. Вот это, это наш deployment. То есть тут видно, что мы роняли серваки, потому что 5 утра, это дает какое-то понимание, что происходит. Допустим, у вас вот тут вот что-то упало, и после этого не поднялось. В логах все хорошо. Ну, я думаю, очевидно, что с этим делать, что-то, как минимум, реагировать на эти данные, хоть как-то. Вот пример. Это, как бы, главная вьюха. Тут не надо всматриваться в детали, но вообще, как бы, картина ясна. У нас есть два вида нод. Один вид нод — это просто обычные веб-сервера, которые смотрят мордой на клиента. И есть одна, две, три определенных нод, которые как-то предназначены для менеджмента, для контент-менеджмента, тим заказчика. В общем, на сайте к товару добавляют, ходят специально обученные обезьянки. И нагрузка на эти ноды разная. Она зависит от кучи разных факторов, но обычно она разная. И если вы поставите две ноды кластера вот так вот друг с другом, допустим, это веб-сервер и веб-сервер. Допустим, у вас их шесть. Вот вы выставляете шесть вот этих вот страничек и смотрите, что все везде хорошо, а вот эта конкретно нода почему-то задыхается по памяти. Эта штука дает понять, какая из нод, какое приложение работает немножко нештатно. Что-то, видимо, происходит с ним. Дает возможность локализовать, собственно, проблему. Потому что, допустим, у вас есть Ладно, нет. Допустим, у вас нет ничего, у вас все плохо. Вот такой пример. А вот, собственно, что я хотел сказать сейчас. Я думаю, многие слышали о том, что есть Elasticsearch, LX-Tash, Kibana. Все это очень хорошо и этим надо пользоваться. Это агрегация, анализ, визуализация данных из логов вашего приложения. Зачем-то же оно эти логи пишет. Поэтому нужно попытаться извлечь из этого выгоду. Не только специально обученные люди 24 часа на 7, TLF и поехали, и грепом оттуда, эксепшены ловить и прочие штуки. Иногда можно попытаться это дело автоматизировать, извлечь из этого какую-то пользу. Во-первых, эта штука собирает статистические данные в реальном времени из логов вашего приложения. Настраивается и действительно собирает. Видно, как текут деньги в систему, видно, где падают, какие ошибки, видно, что вот тут боты набежали, видно, что тут рассылочка с имейла подъехала, кастомеры подошли и прочие вещи. Это все здесь. Соответственно, не всем иногда очевидно, иногда кажется, что есть какие-то просто фиксированные наборы вьюг, которые система показывает и все. Нет. Это все настраивается. Кто любит регулярные выражения после двух лет лейкоси проекта, я очень люблю регулярные выражения, до этого нет, а сейчас да. Perl тоже теперь все вот эти вещи люблю. Вы пишете, грубо говоря, свои регулярные выражения, но они не совсем регулярные выражения, это определенные паттерны, по которым ваши логи парсятся. Данные из них токенизируются, попадают в эластик. После этого вы можете, пользуясь этими токенами, уже строить какие-то графики, какие-то визуализации, делать выборки. Я думаю, в принципе, примерно понятно. То, что мне нравится больше всего, это еще больше цветастых графиков, понятных даже вашему менеджеру. Вот тут отдельный момент, потому что, ну, не всегда вот те технические графики понятны вашему менеджеру. Обычно менеджер человек или не технический, или чуть-чуть технический, который о компьютерах только слышал, что есть Facebook и Excel. Вот, если у вас есть график, на котором, если внизу, то все хорошо, а если вверху, то все плохо, то ему это понятно. Если у вас есть одна большая цифра, как вот тут на замазанном скриншоте, честно, она уперта из интернета, тут я вижу доллары, и вот когда вот бизнес с утра в 8.30 утра заходит, наливает чашечку кофе, включает дома компьютер, открывает эту страничку и видит, о, с начала суток уже 156 попугаев продали, а это 156 на денежку. Поэтому это как бы наглядно для них. Визуализация, откуда приходят посетители, визуализация, как распределяются они, там, не знаю, по нодам по вашим кластерам, допустим, если у вас там есть специальные какие-то ноды. Что вы придумаете, то и будет. Эта штука очень полезна. Полезна не только с технической стороны, но и со стороны бизнеса. Поскольку логи пишутся для разных случаев, вы можете просто подобрать те какие-то конкретные, вот это дашборд называется, вы можете сделать дашборд для девопса, дашборд для DBA, дашборд для себя, если вы отлавливаете какие-то особые, вот вы знаете, что в продакшене происходит какая-то ошибка, нужно ее выловить. Будем ловить, делаем отдельный дашборд, делаем выборки, видим эти данные. И отдельный пункт, который на самом деле очень важен, потому что без него все это имеет очень малый смысл, это лишний повод привести в порядок логирования в вашем приложении. Поскольку legacy, все пихали где только могли, log warn, log error, log fatal, на все подряд, даже там, где должно быть инфа или дебаг или трейс, у вас в логах, как Дима уже упоминал, либо куча просто эксепшенов, либо все очень плохо и ничего не понятно. Лишний повод привести это в порядок, причем не просто в порядок, чтобы это можно было читать, а в порядок, чтобы это можно было еще и распарсить в локстэшем. Это все бесплатно, это все open source, это все можно качать. У Кибаны есть алертинг, за него хотят денег. Я уже говорил про специально обученного девопса, который тоже хочет денег, это его работа. Не надо никому еще платить. Вот пример нашего дешборда для конкретного случая. Тут что можно замазанное, но в принципе можно догадаться, вот этот график, вот этот график, это примерная посещаемость, и они как бы безусловно называют это конверсия, но я не знаю, что такое конверсия, поэтому это те люди, которые пришли, что-то купили. Вот эти три графика, это виды неких событий, красные из них это ошибки. Вот зеленый, это в данном случае мы ловили конкретную ошибку, которая происходила, когда к нам на сайт из какой-то внешней роботизированной системы приходила куча запросов. И мы просто видели, что приходит один и тот же реквест на все сервера сразу в одно и то же время. Вот тут не видно, но вот это вот 8К, все остальное внизу там по 60 час, по 70 час, а тут 8 тысяч. Причем даже не в час, там в очень маленький промежуток времени. Вот тут видно, что это error count, это что-то некритичное, связанное с какой-то красивостями. Это log level percentage, это warning, это info, это error, legacy. В принципе, это не критичное. Спасибо, что фаталов нет. Есть. В этом графике фаталы есть, их три штуки, их просто здесь не видно. Но когда я запустил эту штуку, я говорю, ну что, вот смотрите, показываю коллегам, тут три вида, пайчарт делится на три части. А не, подожди, а вон же четвертая. А какая четвертая? Фатал. Ты думаешь, о, Java-приложение, которое нормально работает в продакшене с тремя фаталами в день. Ок. Проелка все, а сейчас поговорим. Подожди, пока далеко не убежал, мои пять копеек. К позапрошлому, на самом деле, слайду. Могу проскроллить. Ну, если можно. На самом деле, для чего, зачем и почему. Два момента, которые, на мой взгляд, как бы, если смотреть чуть глобальнее, очень еще полезны. Значит, первое, может, ты проговаривал, конечно, и я прослушал тогда ссори. Кроме даже заумных случаев, о которых Егор говорил, которые очень классные, есть один примитивнейший кейс, для которого я использую, на самом деле, всю эту штуку гораздо чаще. У нас 12 серверов в продакшене. Когда говорят, ребята, у нас тут что-то не то, мы не понимаем где. Пойдите, посмотрите логи, пожалуйста. Вот до внедрения вот этой штуки, это означало, что ты берешь SSH, значит, три сервака отбрасываешь, потому что они админские, а реально на улицу кастомерам торчат 9. В общем, 9 серверов, ты идешь по логам и читаешь. Увлекательнейшее занятие. Даже с грепом увлекательное. Сейчас просто заходишь сюда, говоришь, покажи мне все эроры за последние два, за вот этот промежуток времени. Все. То есть процедура вместо нескольких часов, в общем, кошмарной совершенно работы, превращается в несколько минут, ну, зашел, посмотрел. И второе, вопрос, опять же, больше абстрактно-философский, но все же. Вот когда ты начинаешь видеть графики, построенные на основании логов, ты начинаешь понимать, как надо писать логи. Потому что если ты пишешь логи, ориентированные на человека, это одно. А если ты пишешь логи, ориентированные на то, что они будут парситься машиной, и по ним будет рисоваться тебе статистика, то ты начинаешь совершенно в других местах их расставлять и по-другому форматировать. То есть нужно, во-первых, можно изначально задумываться над тем, какие метрики мы можем снять с логов, и, думая об этом, эти логи писать. Во-вторых, когда ты пишешь лог-сообщение, нужно, опять же, можно, а с эластиком уже и нужно, задумываться у него не только человека читаемости, но и машины читаемости. Я про это сказал, да. Если сказал, то, значит, я прохлопал. Все, спасибо. Собственно, едем дальше. Там кто-то, ребята перед докладом подходили, спрашивали, что у них там веселая с памятью. Это, кажется, вы были, ребята, да? Есть такие прекрасные инструменты, о которых много кто знает, много кто не знает, но вообще они есть. Java Mission Control и Memory Analyzer Tool. Mission Control, в принципе, Mission Control себе Mission Control появился штатно, кажется, даже вместе с JREH, но в JDK-то начал бандлиться точно, седьмой JDK 40-го апдейта. Дает возможность потыкать на живую ваше приложение. Если Java Melody собирает статистику, то эта штука, инструмент разработчика, берешь просто вот так вот, втыкаешь его в работающую JVM и получаешь какие-то интересные данные. Ну, посмотреть просто на память, где куча FF-ов, это неинтересно, но как бы есть какие-то интересные штуки. Потому что, например, эта штука позволяет в реальном времени инжектить код. Ну, для некоторых это не впечатлительно, типа, они юзают Jrocket, мы можем сейчас хот-свап-класса сделать, у нас все будет хорошо, но не все юзают Jrocket. Кстати, для Jrocket он появился раньше, аналог есть. Там он всегда идет в поставке. Jrocket дорогой. Я же говорю, для тех, кто... Для тех, у кого есть бага на много-много денег в продакшене, живущие много лет, из-за которой заказчик теряет кучу денег, но при этом они не могут позволить себе купить там за 40 баксов в месяц тулу для анализа. Это мы не будем вспоминать, кто это такие и что мы о них думаем. HipDump Memory Analyzer Tool. Если у вас для ваших приложений в продакшене не включен этот флаг, то удачного вам плавания, потому что в какой-то момент, если у вас приложение упадет по Out of Memory Error, все, что вы будете о этом знать, это Out of Memory Error в логах. Возможно, если вы уже успели продать своему заказчику Java Melody, ну как продать, прикрутить. Если вы уже прикрутили, то вы увидите, что у вас, да, действительно Out of Memory Error и память куда-то делась, но почему? Исторически, наверное, сложилось, да? Никто не знает, а эта штука знает. То есть, как бы, вряд ли опытные разработчики не знают, что такое хипдамп и что с ними делать, но у нас реально был случай, когда приложение упало непонятно почему. Никаких предпосылок для этого не было. Мы увидели, что там почему-то есть хипдамп, который невероятно большой, даже учитывая для того, что приложение само по себе не может столько памяти жрать, а оно нажралось вот такой вот объем просто хипа, огромнейший. Мы загрузили эту штуку, ну, во-первых, там с третьего раза стянули ее к себе на машину, на вот эту, то есть, что-то там то ли 12, то ли 8 гигабайт хипдамп, тут 6 гигабайт оперативы, нормально работает. Я проверял, можно загрузить и пропарсить, потому что меня как-то кто-то спрашивал, что вот у нас нету столько памяти. бывает. Включили, засунули в memory analyzer и увидели, что 98% нашего хипа это linked list entry, потому что чуваки писали кэш свой, самодельный, написали, молодцы, работает, нет, упало. А так бы мы этого не узнали. Ну, никто нам об этом не расскажет. Эта штука расскажет, поэтому чем больше инструментов как бы есть на вооружении у разработчика, тем меньше ему надо отвечать на звонки в три ночи, если это особенно звонит ПМ. Особенно если этот ПМ сидит у заказчика в офисе и у него такой слегка надрывный тон. Ну, как бы да, то есть вы сами себе делаете жизнь легче. Это слайд, который я просто его вставил, потому что это моя личная боль, в том числе и боль некоторых разработчиков. Я думаю, все любят вот это. Особенно мы, мы работаем на 6GDK, мы это обожаем. О, когда ты сидишь, думаешь, ёлы-палы, ну все, Java Update Available, наконец-то я заживу, альфа девяточки там или последняя восьмерочка. Later. Когда-нибудь. Собственно, давайте обновим фреймворки. Вот если вы там сидели, дебажили, нашли багу и теперь вам тот разработчик, который дебажил, говорит, ну так это ж бага в спринге, давайте его обновим. Сразу так, с троечки на четверочку, на latest. Возьмите этого девелопера, налейте ему водички успокойте его и скажите, что не надо, потому что вы знаете, что какие-то чуваки так делали. Не надо. Ну вы же поняли, мы делали. Я, лично я, вот, лично я. Не надо. Я сначала скажу вот о первом пункте, обновление GDBC драйвера, тамкат Redpool'а и прочих каких-то утилитных библиотек, скажем так, которые либо бандлятся с вашим аппликейшн сервером, либо достались вам как зависимость, потому что вы деплоитесь на этот аппликейшн сервер. Писалось это все давно, тамкат Redpool у вас очень старый, вы деплоитесь на шестой тамкат, я точно знаю, что есть девятый, под ним, кстати, приложение не запускается, почему-то. Мы тоже пробовали, потому что мы хотели обновить этот мкат тоже. Я обновил, осталось продать. Сколько лежит уже в бэклубе? До восьмого обновил, до девятого. До восьмого я обновил, девятый был тогда в Альфе и не взлетело. Вообще вообще не завелось, а до восьмого обновил, отрелизится это, не хочу тебе огорчать. У меня есть дежурная шутка, что еще мои внуки будут саппортить этот проект. Ну вот, где-то, наверное, так. Эти штуки стоит обновить, потому что, как минимум, он GDBC-драйвер с каждой версией становится лучше, быстрее, надежнее вообще и перестает лечить коннекшены, как он делает для одной бородатой версии шестого томката. Это известная, как бы, что-нибудь имеется, фича. Она известная, но не очень широко и на самом деле отлавливалась эта от АСКА. То есть посредством чтения мануалов, на самом деле, глубокого. Посредством того, что мы сначала посмотрели на мелоди, приложение стало падать каждые два или три часа после того, мы что-то то ли отрелизили, то ли поменяли. Это человек, который сидел и смотрел на мелоди, пока приложение падало, если что. Вот он был дежурным с нашей стороны. И за пять минут до подхода к критической отметке я кричал «Перестартуй!» Да. А я напомню, тачек у нас девять по графику. Вот. То есть эти штуки стоит обновить. Обычно, ну как обычно, никаких негативных последствий от этого, скорее всего, быть не может. В отличие от пункта 4, о котором я еще раз скажу. GDBC драйвер, Tomcat, Redpool стоит обновить. Если у вас что-то действительно старое, посмотрите, что можно для этой версии Tomcat, последнее, к примеру, взять. Или если у вас какая-то вот такая библиотека, и вы точно уверены, что ничего не сломается, обновитесь. Возможно, скорее всего, вы получите только профит. неочевидные изменения под капотом фриворков могут привести к конфликтам библиотек. мы обновляли, не так, обновляли ребята Spring. Ну, с троечки на четверочку. Обновили все хорошо. Человек, который обновлял Spring, в какой-то момент сказал, что да, все, оно работает хорошо, деплоится, запускается, все клево. И ушел с проекта. Этот тикет, не, ну, это просто, нет. Есть люди, которых просто не отпустят. Не будем показывать пальцем. Ну, он ушел. Этот тикет достался мне. Я думаю, ну, вроде же там все сделано, надо только проверить. Запускаю, хомпейдж грузится, дальше ничего. Просто все падает, с 500 ошибкой, везде. Полез смотреть, что не так. Смотрю, вроде. А, и все же знают, что это Java, обратное совместение. Нам все это рекламируют, обычно рассказывают. Нет. Не бывает так, только в сказке, наверное. Берем это приложение, оно не работает. Ну, дальше хомпейджа-то никуда не пойдешь. Почему так? Начинаю копать. В тройке, в спринге, был первый Jackson, а в четверке второй Jackson. Наверное, больше ничего говорить не стоит. Эта штука генерирует другие JSON, и из-за этого весь фронтенд падает, потому что ожидает он чего-то другого. Потому что парсит эти JSON руками. Да, парсит эти JSON руками. Там все очень плохо, не будем вдаваться в подробности нашей архитектуры, в кавычках, потому что называть это архитектурой. Когда приходят новые люди и спрашивают, как у вас все устроено? Такой, в степи митинг на два часа? Желательно выходной день? В пивнухе. У нас со стороны заказчика работает человек, один из двоих авторов кварца. Кто кварц визжал? Ну, в общем, вот сидит человек, который писал кварц. Мне сначала было желание прийти и сказать о гуру. Я твою библиотеку визжал на последние 10 лет. Ну, вот надо было видеть, просто мы с веб-камерой проводили этот митинг, надо было просто видеть, как у человека так менялось лицо в процессе объяснения архитектуры просто. Помните там с первого, со второго слайда вот эту вот интересную химерку? Да, похоже. До сих пор лежит откселенная в многих копиях, нарисованная от руки бывшим техническим тимлидом со стороны заказчика схема. Она выглядит примерно вот так. И потом куча-куча пометок. Я же как раз эту штуку показывал, по ней, значит, шарил скрин, показывал эту штуку, и вот человек, писавший кварц, эти охрененные, она просто работает даже в этой середине, вот читает код фантастически, но вот с каждой новой деталью как бы он понимал, куда он попал. Да, то есть это тетечкам она не задавала вопросов, она просто как бы вот видно было, как глаз тухнет. Вот. Ну, что, ходил руками, правился обжект мапперой, писал много нового интересного кода, но в конечном итоге это заработало, осталось только это, наверное, отрелизить когда-нибудь. Третий пункт, это такая капитанская на самом деле фраза, работает не трогай не всегда справедливо, это применимо к разным библиотекам, ну, типа, работает же и не трогай, ну, все же хорошо, но она падает, чувак, надо что-то с этим делать. Если вы видите, что у вас, блин, есть какая-то зависимость, из-за которой, возможно, что-то падает, возможно, стоит посмотреть, потому что это где-то уже пофикшено. Яркий пример, Java Melody не заводится под шестым томкатом. Никак. Потому что у нас шестой томкат, да, прикольно, не прикольно, потому что я это выдебаживал, а эта штука хочет определенную версию сервлетов, но умеет работать со старой, но, кстати, от Java Melody все комментарии на французском. Прямо вот набирайте в GitHub Java Melody все комментарии на французском. То есть я только польский выучил, тут французский. Твою дивизию. Ладно, поехали. Ребята веселые, они запилили фикс для проблемы из-за того, что Java Melody не стартует на шестом томкате. Они тот фикс в коммитили, но как бы не релизили еще библиотеку. Качаешь новую последнюю версию, прям nightly build, там этого нет. Смотришь, nightly build сделан сейчас, а коммит там через 20 минут. Чертыхаешься, качаешь, пересобираешь, втыкаешь, не работает. Лезешь внутрь, еще что-то нужно фиксить. Дофиксиваешь руками, pull request, пересобираешь, запустилась. После этого, кстати, оно не видело вообще MySQL, но это отдельная там история. Там надо еще что-то хачить, использовать флаг настройки самой Melody, который официально не поддерживается разработчиком, который этот флаг придумал. Он сказал, я вот это сделал, но тот, кто это использует, бог ему в помощь. Мы это не поддерживаем. И это еще на Google Code написано, который сам по себе уже закрылся. Ну и отдельная история с обновлением аппликейшн серверов в версии Java. Я не просто так вот это сделал и вот это, вот все. Я обновлял проект шестой Java на восьмую. Я знаю, каково это, и это плохо. Это боль, страдания, унижение. Ну что ты уже доделал, а ты видишь, что перед тобой святой лик TeamLead, но ты не понимаешь, что он тебе говорит, потому что ты все, ты в другом где-то параллельном измерении. Это долго, мучительно. С аппликейшн серверами отдельный разговор, прибираться из шестого тамката на седьмой, эти ребята втихаря поменяли JSTL, и из-за этого наши классные выражения где-то там внутри JSTL просто перестали компилироваться. Не помнишь, там что-то нет, CIF нет, или CWIL, что-то там нет. Там, короче, что-то связанное с CWAR, или с чем-то таким. Я сейчас уже не помню, потому что это было давно, и то ли перед Новым годом, то ли после, но в общем где-то там. Я плохо помню, что происходило. Короче, там нигде не написано. Об этом написано в спеке JSTL, который я нашел на архив.org, потому что на официальном сайте как бы всех спеков по Java там 404. Ну, помните про документацию? Я не просто так улыбаюсь, когда мне говорят 40, классная компания. JSTL тоже лекаси, зараза. Собственно, это, наверное, вся боль, которая у меня есть на тему обновлений. Мы еще немножко скажем по полезным ссылкам и докладам, которые частично вдохновляли нас, а частично я могу лучше. Вот, собственно, первое столкновение было на J.E. Conf 2014 года вроде бы. 2014 года, да, где я слушал Виктора Полищука. Собственно, ссылочка прямо вот на видеозапись этого доклада. На самом деле классный дядька, очень хорошо рассказал. Я вышел с его доклада с ощущением это все круто, я хочу это рассказать по-другому. В общем, с какой-то более, ну, просто с другой стороны. То есть он рассказывает на те же вещи, но совершенно в другом ключе. Это похоже на шутку «Смотри, как могу, не осмотри, как надо». Вот как-то так, да. То есть захотелось дать больше каких-то практических советов, как не надо делать. Второе, это книжка Майкла Фиттерса, «Working Effect with Legacy Code», честно, не читал. А больше по рефакторингу на самом деле. Вот, именно потому. То есть ссылка это не на книгу, это ссылка на слайдик, где он сам презентует книгу и показывает на слайдах основные хайлайты этой книги. Почему он ее называет «Working Effect with Legacy Code» я не знаю, потому что именно ключевое слово «код» это действительно руководство по наученному рефакторингу, что ли. Сферическому вакууме, не совсем то, что мы советуем, но для расширения кругозора очень на самом деле хорошо.